Семена плодовых и декоративных растений сейчас предлагают чуть ли не на каждом углу, даже в подземном переходе Барнаула. Сюда мы и пришли, так сказать, на контрольную закупку. Выбор семян огромен. Вот все есть на самом деле, даже морковь без сердцевины. Впервые вижу. Производители семян на красивых глянцевых упаковках обещают богатый урожай. Пишут о том, что все эти растения неприхотливы и не боятся вредителей. Но так ли это? Вот мы купили три вида питуней по 38 рублей. Упаковка в каждой по 10 семян. Это примерно одно семя за 4 рубля. Теперь хочется узнать, что мы получаем за эти деньги. Для этого поедем к профессионалам. Специалистов по семенам культурных растений мы нашли в Аграрном университете. Хотя больше внимания здесь уделяют, конечно, злаковым. Доцент кафедры овощеводства Татьяна Кузнецова уверена, что проверить качество семян можно уже по упаковке. Смотрим. Обязательно должно быть указывать название, что это у нас за культура такая. Название сорта. Либо это гибрид. Краткая агротехника. То есть, что всем тогда-то, высаживаем тогда-то и так далее. Название производителя с полным его юридическим адресом. Обязательно должно быть указано номер партии, срок годности семян. Самое главное – найти хорошего производителя, который дорожит именем. У таких часто есть собственные сайты. Но даже семена под качественной торговой маркой могут подвезти. Их советуют проверять. Достаточно стакана воды комнатной температуры. И по идее, те семена, которые у нас с вами оказались на поверхности, они у нас не сильно доброкачественные получатся. У нас результат плачевный. Из 12 только два семени опустились на дно. Остальные – непригодные. Профессиональные ботаники говорят – мошенников и в этом деле хватает. Пишут название, то есть фотография левая абсолютно. Название и описание не соответствуют действительности. Бывалые садоводы заготавливают семена самостоятельно из уже проверенных годами культур. А начинающим земледельцам не советуют вестись на яркую упаковку, ведь глянцевая красота – не всегда качество. Андрей Дриер, Николай Шилко. Наши новости.